Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо? И выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком. Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами. Розыгрыш призов. И даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Я Валерия Иванова. Рада вас всех приветствовать сегодняшним тяжелым понедельником. Но, к сожалению, новости не только в ресторанной сфере, но во всем мире не самые веселые. Но наша передача идет пока что по плану. В моей студии сегодня третьим гостем в цикле передач про высокую кухню в Латвии. Про богатейшее наследие, которое у нас есть. Да, и природное, и из ингредиентов, и из продуктов. Продолжает гость, который самым, наверное, первым из тех троих, кто кого я взвала на эту передачу, открыл ресторан, который говорил о том, что будет заниматься именно латвийской продукцией, именно сезональной продукцией. У нас был уже Макс Цекот на передаче, был Гимлет Нордик Бар. Ну и сегодня, естественно, я хотела пригласить такого гостя, который все это начал. Валтерс Зирдинч, владелец и шеф-повар ресторана Валтера. Ресторан сегодня в нашей студии. Говорим сегодня и, собственно, об этом ресторане, и о всех тяжелых новостях, которые коснулись сферы общепита. Добрый вечер, Валтерс. Добрый вечер. Да, напоминаю, наши номера для связи 6721-2939, 6721-3939. Звоните, будем рады с вами пообщаться, обсудить. А пока приступаем к нашей передаче. Валтерс, в 2013 году у вас открылся ресторан. Как вообще зародилась идея сделать что-то свое, уйти вот в такую уже узкую направленность, я бы сказала, именно сосредоточиться на латвийской продукции? Расскажите, пожалуйста, пару слов об этом. Ну, я поваром занимаюсь, ну, где-то 20 лет уже, и, ну, наверное, как все многие, эти 2000-е годы, 90-е годы, жил и особенно не думал, что мы делаем кухню, потому что очень много вещи и продуктов, и мы первый раз увидели и хотели попробовать. И мне тоже, конечно, было такое время, и я все хотел попробовать. Дальше чуть-чуть, чуть-чуть дальше можно сесть. Да, и хотел попробовать все, и использовать, и думал, что я все зарубежное буду брать и сюда везти, какие незнакомые продукты, тогда я очень буду крутой. Так я и думал, и, конечно, время и розыск стал побольше, и начал понимать, что рядом со мной. И где я работал в Латвии, я на одном дворце докрепился, восемь летший поваром, я начал увидеть, что у меня рядом очень много хороших хозяйств, хороших продуктов, которые я не использую. И кто не знает, кто хороший повар, кто не хочет стать или еще поваром, или свой ресторан открыть в любом мире. И постепенно эта идея пришла, и начал думать уже несколько лет, какое-то время про это. И я уже в то время набрал список на своем бумаге, каким хозяйством я бы смог работать, что я хочу использовать, что я хочу эти деньги, накладные, платить обратно местным. И у меня уже получился список для хорошего ресторана. И потом уже было ясно, что это просто надо делать. И на данный момент, точнее до сегодняшнего дня, об этом мы скажем чуть позже, у вас заключены договора с какими-то фермами, или у вас свои фермы, как это происходит? Такие договора, что мы будем сколько и только килограмм, не знаю, неделю на месяц брать, нету, но такие разговоры, что мы будем с вами работать и берем. Не такой большой ресторан и большой магазин, где нам что-то с тысячами идет каждый день. Мы просто работаем, договоримся, говорим, что у вас будет там на 3-4 месяца период, чтобы мы могли меню это выставить, чтобы это было постоянно, и кому-то обещать можем, что это будет. И следующая неделя, это один из пунктов, как наше меню составляется. И да, есть такие хозяйства, которыми мы работаем уже эти все 7 лет, и я уже больше работаю с ними. И есть у нас одно маленькое хозяйство около Цесис, где, в принципе, весь зелень и приправы идут практически все сезон. Уже сейчас март, апрель до осени. И осень, когда у нас нет времени самым, это хозяйство нам делает заготовки для зимы, что мы можем использовать. А что вы предлагаете зимой обычно, если говорить про сезональные продукты? Ну, первая вещь, которая, наверное, нет в зиме, и что мы очень мало используем, это какие-то декорации, зелень, салаты. То, что, ну, нет, да. Зимняя карта, конечно, самое главное, что не меняется в зиме, это всегда будет мясо, рыба и эти овощи, которые мы получаем в осень, как свекла, картошка, капуста, лук, морковка, да. И это главное, из чего база сделаем для зимы и зимний месяц, да. Насколько я знаю, что у вас есть не просто меню, но вы также предлагаете как тестинг меню из восьми позиций, да. Как часто вы меняете это предложение? Оно вот как у того же Гимлета или Макса Цеха, который раз в месяц обновляется, как это происходит? Мы, и я где-то раньше тоже менял всю карту, так, сразу, да. Но я понимаю, что это может быть не самый лучший вариант, что делать, потому что очень хорошие идеи, очень вкусные блюда и хорошие рецепты, они не приходят каждый месяц, там, по восемь, там, так сразу, да. Она может быть и год-два прийти, отличные рецепты, он может прийти, не прийти. Ну, например, у нас есть там восемь блюд, тестинг меню, которые тоже можно попробовать из аллокарта. И у кого, например, в эту неделю в одной заканчивается сезон, и что-то новое, одно сейчас появляется в эту неделю, тогда мы меняем одно блюдо или два блюда, да. Так что все восемь, потому что надо так делать, и мы обещали менять. Я считаю, это неправильно, все как в физику идет, да. Есть что сказать, тогда надо менять. То есть вы подстраиваетесь, да, сами... Есть очень хорошие блюда, такие, ну, сезональные, или очень хороший соус, который не надо менять, потому что нет лучшего, да, и она должна оставаться, да, не то, чтобы из-за того, что надо менять, сейчас будем менять. У нас есть звонок, можем послушать. Надеваем тогда наушники, можете взять. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Алло, алло, здравствуйте. 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 Не слышно вас, извините. Не слышно что-то, ладно, может быть, человек еще перезвонит. Да, ладно. Что касается напитков, вы, каким образом вы подходите здесь? Потому что если мы сравниваем, опять же, с тем же Гимлетом, они на прошлой передаче рассказывали, что они там против всех цитрусовых, потому что это все привезенные продукты, это никакой манго, никакой маракуйи, никаких там бананов, все исключительно, например, ревень, крапива, мята, все, что здесь можно самостоятельно вырастить, там, брусника та же самая и так далее. Как у вас с этим? В самом начале, когда мы открыли ресторан, у нас вообще была идея, что мы очень много, и вино тоже, и алкоголь только местное, и что-то немножко, там, может, итальянское или другое. Но надо понимать, что самое главное всегда, чтобы вкусно было. И то, что там, может, всякие философии быть местные, неместные, чтобы вкусно было. Если ты не можешь с местными приправами или продуктами сделать вкусное блюдо, и как будто должен это делать, я считаю, что это не надо делать. Ну, например, там, яблочный пирог делать с коноплёй, да, это не ходит. Это местные, да, но надо корицу, надо ваниль, да. Надо покупать, надо заказать хорошие ванили и добавить туда. Мы не можем так делать. И это тоже, что сейчас, что касается алкоголя и напитки, конечно, у нас мы не везём цитруса, делаем максимально местные. Но местные, которые хорошие есть. Если нет, тогда не надо специально сказать, что у нас там в сети есть латвийские пять вино, да. Я не вижу пока вино, которое мы можем с белой рыбой есть на месте. Потому что у нас эти дела, это не такие сладкие. Поэтому тогда, если надо, тогда надо, не знаю, французский, итальянский вино подавать, потому что должно всё правильно быть, вкусно. Ну, я соглашусь. Насколько я знаю, тут же даже Макс Секот, он тоже не ограничивается в плане напитков, да, какими-то там только латвийскими позициями. То есть конкретная подборка с эмелье, чтобы это всё действительно хорошо сочеталось, да. Что касается команды, насколько она у вас большая? У нас, может быть, было побольше, но мы с прошлого осени и маленькую паузу сделали в ресторане после шести лет, ремонт сделали, и концепцию немножко поменяли, то, что мы больше не работаем днём. Мы хотим быть хорошим, такой семейным рестораном, и мы не можем в Старом Риге работать днём, и хотим хорошие качества дать, и поэтому мы открыты в 17 часов вечера, и только две дни и неделю, чтобы два дня было выходной всем, и днём мы можем очень хорошо подготовиться к вечеру, к сервису. И пять дней в неделю – это нормальный такой вариант. Ну, в Латвии вообще нормальный ресторан в виде, да, как рабочее время. И эти пять дней у нас, в принципе, одна команда работает. Нету там смены А и Б, и кто-то вчера не видел, забыл, и лучшая и худшая смена сегодня работает. Одна команда, и это качество, конечно, тогда лучше. А что в вашем понимании и в понимании вашей команды? Высокая кухня? Чем она вот отличается? Может быть, я какой-то каутрикс, или как сказать. Я не хочу с этими словами бросаться, там, Мишелин, высокая кухня. Я считаю, высокая кухня по-настоящему может быть у бабушки, которая 45 лет самый лучший хлеб делает, да. И нету ни Мишелина, и я считаю, она должна получить из-за звёздов. Но Мишелин не всегда означает самую лучшую еду, я считаю. И мне было такие опыты, что я этого кайфа и радость не всегда у Мишелина получаю. Или там из восемь блюд, может, три-четыре были действительно вкусные, четыре были для Инстаграма сделаны, а где-то у бабушки еда была в три раза лучше и настоящая. Поэтому я не хочу бросаться этими словами. И я не говорю, что у меня какая-то высокая кухня или не кухня. Я просто стараюсь делать свою работу, чем лучше, чем смогу. Но подход у вас, всё равно вы относите себя, свой ресторан к какому классу? Ну вот если даже в том TripAdvisor, да, есть всякие эти разделы. Вот вы бы себя несли к чему? Ну, наверное, где-то в среднем плюс, да. Я бы так как-то сказал. Мы не самый дорогой, топ-3 дорогой ресторан в Нью-Риге никак. Я думаю, мы средние, по ценам тоже. И я хочу, чтобы все нормальные люди к нам могли прийти и покушать хорошее, настоящее блюдо, хороший хлеб, который каждый день свежий, испекленно. И что они могли позволить себя не раз в год, может быть, как очень большие деньгами. И ресторан был, эти 30-40 местный ресторан был, каждый вечер полный, да. И мне больше ничего не надо. Ну вот про гостей и про там отзывы, про критику мы обязательно ещё поговорим. После небольшой рекламной паузы мы вернёмся до «Открытая кухня». Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Открытая кухня». Сегодня мы обсуждаем не только плохие новости, но и делимся ещё одним прекрасным местом, которое представляет латвийскую культуру, латвийскую кулинарию. Общаемся сегодня с владельцем и шеф-поваром ресторана «Валтер Рестаранс». Валтер Сырдзинч сегодня в нашей студии. Несмотря на все грустные события, хотим всё равно рассказать о удивительном концепте, о том, что дарит «Валтер» со своей командой для наших гостей. Ну и, конечно же, под конец нашей передачи мы обязательно пообщаемся о том, что происходит в мире, о том, что происходит сейчас с общественным питанием. Напоминаю, номера для связи с нашей студией 6721-2939, 6721-3939. Ну, а мы продолжаем. Валтер, насчёт гостей, как вам кажется? Вот я этот вопрос задаю уже в третью передачу, и Максиму, и Артуру Пошеру тоже говорила. Скажите, вот гости, они у вас для каждого, вот ваше место? Или всё-таки ваша целевая аудитория, она совершенно такая уже узкая? Все ли поймут то, что вы хотите передать на этом холсте кулинарном? Я не думаю, что очень узкая, но, наверное, всё-таки не для всех. Могу сказать, что наши рестораны-аудитории в последнее время есть где-то не так уж много иностранцев, но где-то, может быть, 50 на 50 местными. И это хорошая публика, которая понимает, у кого, если понимает, что сколько это стоит, и они, как сказать, не блатуют, да, они понимают, где идёт, они спокойные, они уже еле таких мест, у них это не новость, и они очень хорошо новое РТ оценивают. Оценивают то, что... И мне, конечно, очень важно мнение, не всегда, как моя мама тоже иногда приезжает из Валмиры, она говорит спасибо тебе, да, очень вкусно было, это очень мило, но мне очень важно, когда говорят люди, которые, которые есть опыт в ресторанном жизни, посерьёзнее, да, и как они говорят, что ты правильно делаешь, что ты неправильно делаешь, то, что твои друзья и знакомые из, не знаю, из, ну, по Галмы, да, говорят, что молодец, да, это приятно, но всё-таки я хочу слышать, что говорит профессиональный, и, может быть, не даже наши местные, а совсем чужие люди, вот, например, из Скандинавии, которые приехали, и их мнение очень важно мне. Зачем ваш гость идёт к вам? Вот что он получает? Как вам кажется? Это, конечно, трудно сказать со стороны, но вот вы, как человек, который уже 7 лет проработали... У меня же с первых дней никогда, например, не было Кока-Колы, Фанты, ещё многие вещи, коктейли, там, ну, как сказать, для всех Галмы, да, не было никакого, и мы боялись, что очень много людей будет этого спрашивать, и у нас нету, и будут такие ситуации всякие, но сейчас могу сказать, что последние годы, может, кто-то, например, спрашивает у Сала-Цезара или Колу, ну, иногда бывает, не знаю, там, летом раз в неделю, да, кто-то спрашивает где-то, но я так понимаю, в принципе, этих вопросов нет уже, давно нет, и тоже где-то 80% наших гостей, они уже звонят, и это резервации, значит, они знают, куда они идут, у них были какие-то рекомендации, они 100% знают, что они там будут получить и что они хочут получить, да, так что из стороны ходят люди, не знают и спрашивают какие-то другие вещи, очень маленький это процент. А сервис чем отличается у вас? Про сервисы тоже мы говорили там уже несколько лет назад, что бывают какие-то 3-4 вида сервисов вообще, ладно, я не буду говорить, такие специальные места, но есть какой-то сервис стандартный, который в школе учили, его можно видеть, например, в гостиницах, такой правильный сервис, руку там, ладно, вот так идет 20 лет, есть сервис немножко такой, как у барпанка, да, что мы очень свободные, да, мы можем там смеяться, налить воду, и шоу большое делать, и смеяться, и может быть... Даже сейчас с гостем застал чуть ли не. Да, тогда бывает сервис, который очень такой специфический, есть рестораны, где, ну, не знаю, там что-то очень японская музыка, там одежда совсем такая странная, ну, бывают такие рестораны, где-то, что-то налево совсем ходят. Я всегда говорил, что у нас сервис всегда в середине в этом всем, и всего немножко, как бы его сделали, и он настоящий, он, ну, как дома, наш сервис как твой лучший друг, да, мы вот так где-то в середине, да. Что точно нет в вашем ресторане? Точно нету, точно нету сейфуда, ни одного грамма, ни креветки, ни морские гребешки, ничего. Первое, почему это, это яние, у меня большая аллергия, я когда раньше в дворце работал, и что-то еще брали, креветки там делали, у меня коллеги, у меня большая аллергия. Я считаю, если я не могу их попробовать делать, как они могут в меню оказаться. И второе, да, и задача ресторана тоже за местное, искать местную рыбу, если она ловит, тогда она должна быть в ресторане, и они считают, это искусство купить из Франции или где-то, хоть бы они свежие, там, лангустыни, и привезти в Латвию или устрицы, и показать, что это что-то такое ценное у нас, да, потому что, ну, смотреть, что рядом хорошее, да, и то, что, может быть, какие вещи и нехорошие, я не говорю, что у нас все мясо хорошее, там, конечно, да, им учиться, этим фермерам тоже, да, на Европу учиться, как лучше выращивать, как хорошим бутерам быть, да, и так дальше, но если мы гордимся с устрицами, все хорошо, но я не представляю, как мы Латвию можем презентовать с таким видом, да, как французы или кто-то приедет к нам и хочет в нашем стране что-то попробовать, настоящие, и им опять эти устрицы предлагать, что это мне, я не говорю, что это неправильно, что не должны быть такие места, это очень хорошо, но всем делать этого, да, и ничего своё, как-то неправильно. Ну, и мне хочется тоже отметить, что традиционно, вот буквально недавно была ситуация, зашли девушки в ресторан, где, ну, я тоже работаю, и стали спрашивать у нашего бармена, куда здесь ещё сходить, они там на три дня в Ригу приехали, из Москвы были девушки, вот, и я услышала разговор, говорю, подходите, я вам всё сейчас, все ссылки дам по категориям, где съесть те самые устрицы, где выпить шампанского, говорит, ну, вот латвийское что-то, да, вот мы хотим попробовать, говорит, нам сказали ледо, но вот в моём понимании в ледо нет ничего такого, вот прямо от Латвии, картошка, она как бы и российская, можно сказать, и где-то белорусская, где-то украинская кухня, котлеты, тоже котлеты, да, и я им тогда сказала, что надо идти в алтер-ресторан, если вы хотите действительно прикоснуться к сезональным продуктам, во-первых, да, и почувствовать такую камерную большую атмосферу, говорю, да, вы заплатите там больше, чем в ледо, но вы действительно получите целое приключение, да, от посещения этого ресторана, и они так задумались, ну, надеясь, что до всех этих событий, да, это было, что они всё-таки к вам зашли, потому что, ну, стритфуд, фастфуд – это одно дело, да, но мне кажется, что наша страна так же, как и другая любая, богата своими продуктами, и почему бы не творить из них, то есть я, например, сильно горжусь вот этими, говорю, своими тремя гостями, которые представляют именно нашу страну. Ну, я хочу заметить, что у нас бывают такие случаи, когда гости покушают у нас, или нету места у нас, или мы закрыты, там, завтра, например, и спрашивают, где нам ещё, где вы рекомендации делали, и я всегда спрашиваю, что вы хотите, и если они говорят, мы ищем латвийскую традициональную кухню, это тоже не к ним, не к ним, может быть, я не сказал, что надо вот Лиду идти, и там, конечно, она есть, ну, как традициональные блюда, да, которые здесь были 30-50 год, ну, лучше тогда его дома делать, наверное, лучше получится, но у нас есть традициональная, и вообще традициональная латвийская кухня, она же тоже микс из всяких временов, да, немецкая, из Советского Союза, из Грузии, из Украины, из России, из Швеции тоже, да, так что мы сейчас говорим про кухню, которая в этом время есть, да, 2020 года, где мы используем продукты, которые выращивают наши фермы, да, ну, вот так я бы сказал. У нас звонок есть, давайте попробуем, может быть, не сорвется. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот национальное блюдо, а такое национальное блюдо у вас можно получить с капутра? С капутра. Валтерс. Я понимаю, что Георгий, это очень хорошая вещь, ну, так что сейчас на Алла-Карте его нет, но иногда, как педавас, или что, пелами с таком моменте, как пудрис, или каши, или каша, это тоже какой-то вариант из рисотто, да, ну, в каком-то смысле, да, и когда есть сезон, когда есть, не знаю, садилей, или тыква, мы делаем или какое-то рисотто, или с гречки, или с другими вещами, и именно с капутра в данный момент нет в карте. Ну, я надеюсь, что будет. Вот как раз, я думаю, можем уже даже перейти к этой теме. Все знают о том, что ковид-19 буквально уже ввел в панику всю Европу, да, и Латвия не стала исключением. Валтерс, как вы видите, что происходит сейчас в общественном питании, насколько это сильно повлияло, и в частности на вас, что, какие вы действия предприняли? Это очень тяжелый вопрос. Сегодня у нас коллективом было собрание утром. Несколько дней думал и придумал то, что нам это решение надо все вместе принять, не Атом-1, всякий вариант смотреть и против, и из-за этого. И сегодня утром приняли решение, что мы ресторан закрыли сегодня. Ну, у нас завтра был первый день, ведь неделю рабочий закрыли, потому что я считаю, что ресторанное блюдо не можно ни домой везти, ни такие условия, обстановки, и психологическое, да, в плане, что мы сейчас ресторан открываем с этими лидзиклем дезинфекции, что у нас будут гости сидеть друг с другом за 2 метра, что сервис будет прийти за 2 метра и говорить с гостем. Это не ресторан больше. Ресторан – это улыбка, это радость, это стопроцентные эмоции и квалитет. Если мы это не можем на 100% использовать, и гарантирую, я считаю, мы не должны работать в данный момент. На доставку вы тоже не будете работать? Мы не будем работать, да. Да, потому что многие сейчас рестораны принимают для себя, ну, в зависимости, опять же, от концепта, максимально такие приемлемые, я бы сказала, варианты. Кто-то закрылся вообще, как вы, кто-то будет работать с 6 вечера и делать акцент как раз на эту доставку, да, плюс введен комендантский час до 11. Вчера к моим клиентам тоже уже зашла полиция, без 10-11 они сказали, что вот в 11 здесь не должно быть ни одного гостя, иначе они будут накладывать огромные штрафы. Персонал может быть вместе, но остальные нет. 50 человек тоже, не больше, должно быть в заведении. То есть там уже столько этих правил, и, конечно, вся сфера общепита отпускает своих работников, кто на больничный, кто в отпуск оплачиваем, не оплачиваем, и что будет дальше? Ну, у нас очень-очень важный наш персонал, чтобы они были здоровые, чтобы они были посеркаты, уверенные, работали, чтобы у них боялась, страха не было, да. И тогда они только могут работать, и хорошее дело делать. Пока что-то такое есть, у нас это очень важно. И мы не будем делать, не знаю, Старый Риг, где у нас тоже были довольно много резерваций и на прошлой неделе, и на эту неделю, и на прошлый векенд. Все отменились. И идти на работу, открыть ресторан, может кто-то придет, может кто-то зайдет вечером, да. Зачем это надо делать? Я не могу, я не вижу ответа к этому вопросу. Как вам кажется, сколько процентов вероятности, что сейчас это пока ваше личное решение, да, закрыться, что это будет принудительно от государства для ресторанов, кафе, гостиниц? Ну, мы слышим, что будет поддержка, мы вчера читали, что там Дания говорит, что она будет вообще 70% из-за зарплаты и маленьких мест, будет государство заплатить за это время, говорит, что у нас будет помогать, но мы не знаем, сколько, когда, это какие, и за что, может, налогам будет помогать, а может, это май где-то будет, но надо думать, как мы будем, может, несколько недель опять открываться, сколько нам ресурсов надо будет для этого, и начинается. Это, кстати, был последний трудный месяц у многих, да, зима, не сезон, все трудно было, январь, февраль, это последний трудный месяц, надо было только этого маленького шага сделать, и сейчас уже апрель впереди, май, хороший месяц, и новый такой летний сезон, начиналась весна, да, террасы открываться надо, и вот очень-очень неожиданно это, и сейчас надо очень большое понимание друг к другу, понимание коллектива, хозяина тоже, понимание всем, которые в ресторане, например, пьега датай, поставщики, налоговая система, хозяины дома, и все вместе, понять эту ситуацию, я думаю, что нормальные люди сделают все возможное и невозможное, чтобы все нормально было потом. Ну, как вам кажется, понятно, что мы не можем пока предугадать, число заболевших будет расти или уменьшаться, сколько это продлится, вот то, что все будет пустеть, экономика будет ухудшаться? Ну, есть место, которое говорит и государство, что это до 14 апреля, вчера пару эстонских ресторанов завели, что у них пауза до 31 марта, я так удивился, такие уже даты, я не уверен, что 31 марта в Эстонии открываться будут рестораны, поэтому я говорю, это без конкретного датума, да, и как все будет в порядке, когда будет уверенность и хорошее здоровье, тогда мы это будем делать. Ну да, тяжело сейчас прогнозировать. Касаемо рынка труда, как вам кажется, это отразится, но на сотрудниках, на людях, которые потенциально будут искать работу, что мы чуть-чуть перед эфиром с вами поговорили, что я из раза в раз здесь на передаче повторяю, что люди, ну официанты, бармены, повара, они ходят и выбирают, да, то есть не мы как работодатели, а они. Как вам кажется, этот кризис, он что-то поменяет в этих отношениях? За последнее время была очень большая проблема с работником, да, что очень много места и нет кому работать, и там повар приходит, свои условия делает, не работает на 100%, и если что не нравится, идет в другом месте. Я думаю, что связанно с этим может быть опять и за долгое время Латвия бездарбс, безработница, безработница, и ну это опять нас как-то будет посерьезнее относиться к этой профессии, надо будет немножко и спринк, ну так думать больше на свою профессию и будет какой-то конкуренция на рабочем месту, из-за этого сразу и можно что-то царить на уровень, что опять она не какой-то такой, но мы можем спросить, чтобы уровень поднялся. Ну да, значит, есть тоже свои плюсы в таких кризисах, которые нас в стресс вводят, но в итоге будет что-то и хорошее, наверное, произойдет определенный какой-то фильтр, кто останется, кто вытянет все эти ситуации кризисные. Такой, знаете, еще был вопрос, что в Фейсбуке все обсуждают, наверняка уже видели эти картинки, что все скупают гречку, туалетную бумагу, продукты. Как вы к этой панике относитесь? Я могу сказать, я никак ни одну эту туалетную бумагу не закупил за это время. Нет, купил, но просто мне надо было. Это было три дня назад. Гречку не купил, по-моему, даже нет его дома. Я нормальные продукты покупал, не знаю, там какие-то сделал. Позавчера соус был не из дома. Макароны сварил, мне сейчас на два-три дня это соус. Что я хочу сказать, да, бываем дома, это очень, может быть, хорошее время для того, чтобы делать то, что никогда не было времени. Мы можем научиться какой-то рецепт и готовить дома, заполнять время, что-то научиться, читать книгу, а может кто-то может начинать писать свою книгу за это время. Надо использовать это время, не было и может потом опять не будет, так что я дома делаю хорошие вещи, готовлю дома как повар, домашний повар сейчас, ну, как-то так. То есть вы против того, чтобы закупать сейчас все пачками начинать запасаться? я не иду два раза в магазин, но стараюсь сделать, чтобы два дня может быть не ходил, но да. продукты не исчезнут, все это будет... нет, нет, нет. Потому что кто-то там, у кого совсем чрезвычайное положение, ситуация в Италии, Испании, уже там снимают целые видеоблоги, как нужно готовиться, там снимают свои полки, что должно быть вот такое-то количество концертов, такое-то количество круп, то есть ну, что это действительно уже на таком уровне, как будто перед войной люди. хотя наверное там их это касается, потому что там у них штрафы за то, что ты выходишь на улицу сейчас. Там штрафы, у нас я думаю, что спокойно, мы наконец-то можем и въезжать из города тоже, и я был три дня назад в другом городе в Алмире вечером простой магазин довольно пустой был, все можно было купить, не было много людей, так что не вижу стресса. Ну, я надеюсь, что все-таки это все закончится не так печально для нашей всей ресторанной индустрии, потому что это настолько тяжело сейчас наблюдать грустные в глаза владельцев, особенно, когда, вот вы правильно сказали, только мы вышли после тяжелого января, когда все отходили еще от новогодних праздников, начались уже нормальные обороты, прибыль появляться стала, а тут на тебе и происходит то, что от тебя вообще не зависит, что ты бессилен в этой ситуации, мне кажется, вот это больше всего пугает людей. Я, например, достаточно спокойно отношусь к тому, что вирус, я не боюсь заболеть, я боюсь просто, страх вот есть какой-то такой неопределенности, что будет дальше, как это протянется, потому что я же тоже завишу от ресторантной сферы, от того, сколько будут гостей, ну, то есть это все тоже бюджетирование и так далее. Но как-то вот сегодня мы с вами поговорили сначала о хорошем, о том, что вы делаете для нашей страны, для развития этой кулинарии, и мне, наверное, хочется, чтобы наши слушатели последовали вашим советам, провели время с близкими, кто на карантине, кто там дома сидит. Все будет хорошо. Да. Вот. Спасибо вам огромное, я очень надеюсь, что все будет только лучше, да, и что я обязательно приду к вам в качестве гостей, что это не будет долго, весь этот сумасшедший дом, который творится в мире. Будьте здоровы, вашей команде тоже здоровья, чтобы все было хорошо, наши радиослушатели тоже, будьте здоровы, следите за своими любимыми и близкими. Сегодня в нашей студии был Валтер Сырдзинч, владелец и шеф-повар ресторана Валтера Ресторанс, Родион Золотарев, звукорежиссер, и я, Валерия Иванова, открытая кухня, до встречи в следующем. Спасибо большое. Спасибо.